С вами GoBzor.com и в центре внимания сегодня у нас будет игра Glac Simulator 3. Я делал обзор на неё ранее, не так давно. Разработчики выпустили для неё первое платное дополнение. Это DLC Multiverse of Nonsense. Игра от Coffee Stained North. Игра мне в своё время понравилась. Здесь достаточно интересное наполнение в плане юмора и в плане контента, который можно изучить. Ну и плюс сам геймплей мне понравился. В этом дополнении был добавлен новый мир с тремя районами. Более 20 поручений, секретные предметы, набор предметов экипировки, включая 27 со способностями, а также новые инстинкты. Вместе с этим дополнением основная игра получила патч, который исправляет ряд найденных ошибок и добавила здесь у нас статистику по районам. Стало немного удобнее. Для тех, кто не знаком с проектом, проведу краткий экскурс. Главным героем здесь является Каза, который берут под управление игроки, попадающие в открытый мир. Можно как свободно изучать локацию, так и выполнять поручения и сюжетные миссии. Для тех, кто не знаком с проектом, проведу краткий экскурс. Главным героем тут является Козел, который у нас управляется игроком. Игрок попадает в открытый мир, это своего рода песочница. И вы можете как свободно изучать локацию, так и выполнять поручения, сюжетные миссии. Этот сюжет тут тоже есть. Играть можно самостоятельно или даже по сети. Максимальная пати 4 человека в одной сети. Вы можете взять персонажа, с которым играли в основную часть. Но можно, например, и начать новую игру. То есть не обязательно играть в основную часть, а вы можете начать именно с дополнения. Никакой разницы в этом не будет. Но, возможно, именно прокачанным персонажем будет чуточку проще. Основные базовые механики тут не поменялись. И главный герой тоже. Но теперь это три новых района, которые идут в одной локации. И они отличаются от основного сюжета. Тут используется мультивселенная, которая развязывает руки разработчикам. И позволяет в одном как раз в этом мире совмещать, делать прямо такие вещи, которые сложно представить в обычном мире. И при этом покреативить с наполнением. А разработчики в это умеют. Чего стоит только начало в черном месте с движением на поезде из Half-Life. В одной части, например, здесь идет Древняя Греция с мифологией. Другой отсылка к золотому времени мафии. То есть мафия примерно 1, 2, 3. Есть еще деревушка. И соединены эти локации без сона. Как и ранее, можно самому себе выбирать занятия и выполнять доступные задания в любой последовательности. Выполняя задания, вы получаете очки прогресса. И эти очки тратятся для доступа к получению камням бесконечности. То есть примерно как перчатки Таносом. Но здесь это тиара, которая одевается на голову Капибара. И эти камни у нас постепенно, дополнительно вносят хаос в этот мир, который здесь происходит. И миры сталкиваются между собой. По общему наполнению, конечно, наступает основная часть. Но здесь достаточно все интересно в плане того, что и хватает и активностей, но при этом не успевает все это дело надоедать. И в DLC есть логичный финал. То есть вы можете пройти сюжет, выполнить все задания, собрать новую экипировку и секреты. И после этого вольны, например, изучать как в свободной локации в основном сюжете, так и в DLC. То есть можно продолжать вносить хаос как самостоятельно, так и с друзьями. И открытый мир хорошо наполнен. Конечно, тоже много всяких отсылок и секретов и юмора. И он буквально живет своей жизнью. Гуатс Симулятор 3 мультиверсов нонсенс как мне кажется, это пример правильного DLC. Во-первых, оно стоит недорого, при этом расширяет доступный контент, не ухудшает его, сохраняет высокий градус юмора и активности из основного сюжета. Но при этом точно добавляет новое. Множество отсылок, наполненный новый мир, интересный сюжет, секрет и новая экипировка. С удовольствием обсудим с вами Гуатс Симулятор 3 мультиверс. Лайк, подписка, приветствую, пока-пока.